Дело в том, что в настоящее время МЧС Белоруссия проводит радиоакцию «Не прожигай свою жизнь». Мы вас всех призываем воздержаться от курения, ну и, естественно, неосторожность обращения с огнем в целом – это очень страшная вещь, которая приводит к необратимым последствиям. В связи с этим мы обращаем ваше внимание на то, что необходимо все-таки соблюдать правила безопасности и на работе, и в своем жилье, и в автомобиле, всегда и всюду, и это абсолютно серьезно. Ну и у нас есть подарки от МЧС, которые будут вручаться победителям нашего конкурса 28 ноября в четверг в супермаркете «Корона», а мероприятие называется «Не прожигай свою жизнь». Очень хорошее название. Итак, все заинтересованные, приготовьте свои смартфоны. Сейчас прозвучит вопрос, ответив на который, вы попадаете в финал. Таким образом, через несколько минут я первому верно ответившему радиослушателю буду звонить и в прямом эфире задавать дополнительный вопрос, который решит судьбу подарка. Все понятно, все понятно. 9240 – это номер, на который нужно отправлять свой вариант ответа. Ну а теперь, собственно, вопрос. 52 года назад, в марте 67-го года, произошло страшное событие, к которому поначалу относились достаточно легко. Хенрикс зажег на сцене в буквальном смысле на концерте. Хенрикс до того разошелся, что спалил свою гитару и причем повредил себе руки, обжегся. Пришлось везти его в больницу и долго реабилитировать. Внимание, вопрос. Мы возвращаемся к вам с вами к интерактиву, который проводит Минское городское управление МЧС. Да, у нас касался вопрос одного случая из истории группы, с которой все наши слушатели знакомы. Добрый вечер. Нам дозвонился Никита, вернее, я дозвонился Никите, потому как Никита самый первый прислал свой вариант ответа, и это… Ричи Блэкмар. Совершенно верно, Ричи Блэкмар. Тот самый знаменитый концерт, после которого Ричи покинул группу Deep Purple. Вот. И теперь для того, чтобы разобраться, все-таки достанется Никите заветный подарок от МЧС, мы переходим к следующему вопросу, который предполагает несколько вариантов ответа. Никита, вы готовы? Готов. Тогда слушайте внимательно вопрос. В какой стране подросткам с 12 до 16 лет, которые после специальных тестов докажут, что они не курят, ежемесячно выплачивают 200 евро? Варианты ответа. В Нидерландах, в Бельгии, в США или в Австрии? Никита? Ага. Ну, наверное, точно не в Нидерландах. Скорее всего, это будет… А почему точно? Ну, для Нидерланды такая страна. Ну, да, удивительная. Вот про другую страну ничего такого не подумаешь, а про Голландию вот скажешь, что вот… Какие молодцы! А какой черт там? Вопросы, если они докажут, что… Что, если они докажут, что не курят, то каждый месяц получают по 200 евро. А, евро. Значит, это Европа, 100%. Ага. То есть США уже вычеркиваем? Уже вычеркиваем, конечно. Вариант от этого был Нидерланды. Бельгия, Австрия. Бельгия, Австрия. Ну, давайте все-таки будет Нидерланды, все-таки я почему-то подумал. Первая мысль про это, значит, мой вариант. И вы совершенно верно догадались. Действительно, это Голландия, Нидерланды. Никита, я вас поздравляю. Совсем скоро с вами свяжутся представители Минского городского управления МЧС. Ну, а награждение пройдет 28 ноября в четверг в гипермаркете «Корона». И еще раз хочу обратить внимание всех наших слушателей на необходимость соблюдения правил безопасности в своем жилье. Не курите и не будет никаких проблем с огнем.